Девушки отдыхают. Всем привет! Это дневники игр «Дети Азии». Я Исана Барнашова, мой коллега Максим Кордозу и мы в царстве вечной мерзлоты. Привет-привет, друзья! Мы находимся в настоящем леднике под горой и температура здесь не поднимается выше минус 4 градусов. Так что скорее начинаем. Айсена, посмотри, какой величественный трон. Представляешь, если бы победители игр чествовали не на пьедестале, а усаживали вот так, по-королевски. Но ты знаешь, Максим, боюсь, что после их баталий, горячих сражений на спортивной арене трон бы просто растаял. Это факт. На кону медали высшего достоинства. На паркете сильнейшие сборные. Градус эмоций накален до предела. Виртуозы мяча вступили в борьбу за звание чемпиона игр «Дети Азии» по футзалу. В матче за третье место сыграли команды Узбекистана и Дальневосточного федерального округа. Первыми счет открыли дальневосточники, оформив сразу несколько голов результативными передачами. Уверенный темп игры сохранился до конца второго тайма и как результат счет 5-1 в пользу команды ДФО и бронза игр «Дети Азии». Следующая встреча на паркете – Якутия и Урал. Две самые забивающие команды турнирной таблицы. Хозяйка игр за шесть матчей забила 44 мяча. Абсолютный рекорд, который продолжился и в борьбе за золото. Игрок сборной Якутии, грач Гаспарян, открыл счет на 11-й минуте. Но до окончания первого тайма Уралу удалось сравнять счет. На трибунах тоже накал страстей. И неудивительно – это второй раз за историю игр, когда команды Якутии и Урала оспаривают золото. Предыдущая подобная встреча состоялась на играх 22-го года во Владивостоке. С первых минут второго тайма якутияне показывали динамичную игру, открыв счет на четвертой минуте. Но атаки у уральцев были продуманнее. Как результат – счет 3-2 и звание двухкратного чемпиона игр «Дети Азии» по футзалу у команды Уральского федерального округа. Самый последний момент был самый сложный, потому что я уже думал, что все, а там оставалось две секунды. И надо было уверенно как-то сыграть на выходе, чтобы точно уже все было спокойно. Позади 8 игровых дней и 23 матча, наполненных радостью выигрышей и слезами поражений. Футзалисты едины во мнении. Останавливаться в этом виде спорта нельзя ни на минуту. Ведь только так можно достичь новых больших побед. Петр Васильев, Ренат Нахиев. Максим, а ты знал, что сюда, в царство вечной мерзлоты, каждый год, 1 декабря, приезжает Дед Мороз из Великого Устюга? Наверняка, чтобы подзарядиться холодом. Нет. Он приезжает, чтобы забрать письма с желаниями, которые здесь оставляют детишки круглый год. Я уверен, что юные участники игр «Дети Азии» загадали здесь массу желаний. Первое место, первое место, первое место. С раннего утра начались новые партии в игру ГО. 26 участников продолжают захватывать территории на габанах. Так называются специальные игровые доски для игры шахматного типа. Это достаточно сильные ребята с высоким рейтингом, на которые мы приехали посмотреть, с ними сыграть. Ну, конечно, набраться у них опыта. В этой игре идет борьба за ресурсы. Раньше основным ресурсом была земля. ГО отражает эту борьбу за территорию. Здесь победа или поражение на все 100% зависят от навыков, а не от случайностей. Во всем мире насчитывается около 100 миллионов любителей игры ГО. Причем 40 миллионов из них проживает в Китае. Там это игра номер один. Считается, что если ты умеешь играть в ГО, значит ты успешный человек. Два дня на каждый турнир. В парных и командных соревнованиях уже определены победители и призеры. Совсем скоро станут известны имена самых сильных игроков в ГО. Очень сильный состав приехал из Москвы. Москва на этом турнире оказался фаворитом. Но в личном первенстве борьба идет не только среди московских игроков. Там хорошо себя показали игроки из Магадана, из Уральского федерального округа. Ну и очень сильную команду выставил Якуцк в этом году. Стратегическую игру миру подарил Китай. Сначала она покорила Азию, сейчас покоряет Европу и объединяет все большее количество людей. Программу игр Дети Азии ГО включена впервые. Мы от души хотим поблагодарить принимающую сторону за теплое гостеприимство, которое нам здесь оказывается с первого дня. Мы от души почувствовали желание нас удивить. Мы успели попробовать якутскую кухню, свежую строганину. Мы успели побывать в усадьбе музея Атласовых. Мы неожиданно открыли для себя народный праздник народа САХА и САХА. Очки начисляются по одному за каждый свободный перекресток и за каждый захваченный камень. Побеждает тот, кто набрал больше очков. ГО – это игра стратегическая. Там надо очень много думать. Это довольно интересно. Это мой первый опыт на таких больших соревнованиях. Мне очень интересно, очень сильные противники. Ну и довольно большой опыт. Несмотря на то, что правила игры ГО запоминаются за пять минут, она считается сложнейшей игрой в мире. Игроки разыграют четыре комплекта медалей в командном, парном турнирах и в личном турнире среди юношей и девушек. Ирина Жданова, Радамир Сергеев. Издревле якуты были прекрасными скотоводами, и у каждого была своя лошадь. А еще, Максим, лошадь – это символ божества Джигэгэй Айи. Считается, что он специально спустился с небес в Срединный мир, чтобы помочь людям. Я уверен, что Джигэгэй Айи не оставит без своего покровительства и юных участников. Игр «Дети Азии» придаст им силы и скорости. Первые пять стартовых номеров. Готовимся к старту. Скоростной сектор нового скалодрома высотой 15 метров еще недостаточно обкатан. Спортсмены готовятся к первому официальному восхождению. Да, мы бережем пальцы, потому что зацепки новые, все такое вот еще не облазнанное. Оно очень сильно стирает кожу. Детей, если вы видели, у некоторых кровавые мозоли. То есть, ну, это такое бывает, когда на новых сооружениях стренируются и соревнуются. Тогда мы к этому морально готовы. Вот у нас всегда есть пластырь с собой. Правила просты. Спортсменам нужно преодолеть абсолютно одинаковую трассу на время. Кто добрался до вершины первым, тот и победил. В финальном раунде они уже лезут на выбывание. То есть, по олимпийской системе, одна восьмая, одна четвертая. И в парной гонке, кто быстрее, тот и получается лучше. Быстрее, выше, сильнее. Всем известный девиз очень актуален здесь и сейчас. На дистанции может произойти все, что угодно. Сорваться с трассы, обидно поскользнуться. А тот, кто проигрывает, не должен сдаваться. На последних метрах можно отыграть свои победные секунды. С каждой секундой напряжение росло. Самое интересное происходило в полуфинальной части. В четверку лучших пробились три уральца, представители сильнейшей школы России и спортсмен из Казахстана. Но Степанова так просто не сбить. Лидер команды Казахстана Роман Курасов занимается скалолазанием восемь лет. Он серебряный призер первенства Азии и чемпионата Казахстана. Ему не всегда везло, зато отметился на играх «Дети Азии». Казалось бы, к золотой медали стремительно поднимался Георгий Степанов с Урала, но несколько сотых секунд отделили его от победы. В этом году я вообще не занял ничего на чемпионате Республики Казахстан, но меня сюда отправили, потому что у меня лучшее время было среди наших. Я был, можно сказать, фаворитом. Больше ошибок допускали девушки. То зависали на пути, теряя драгоценные секунды, то не попадали в зацепку руками, сбивая скорость. Обидно, конечно, но это спорт. Трасса ошибок не прощает. За золотую медаль конкурентную борьбу вели Анастасия Попова с Урала и Мария Силкина из Сибири. Скалолазы добежали до финиша одновременно, но все же рука Марии к заветной кнопке прикоснулась чуть быстрее – на 0,32 секунды. В этот спорт она пришла в пять лет и достигла первого серьезного результата. На самом деле на все же соревнованиях у меня обычно хорошо получалось. Я квалификации здесь никогда не пробегала. И за 9 секунд я первый раз в жизни пробежала. Сибиряки надеялись на победу Андрея Зарянова, но в одной восьмой финала он допустил досадную ошибку. Дети тренируются в Екатеринбурге у мастеров высокого класса. Одна из них – чемпион мира и Европы. По скоростному скалолазанию Ольга Бибик. Я как бы понимала, что спортсменка Маша может попасть в призы, но то, что она золото завоюет, это для нас, конечно, даже немного неожиданно и безумно радостно. И, конечно, жаль, что скалолазание не может официально в медальный общий зачет войти. Итак, это был исторический момент на скоростной трассе Игр Дети Азии. Бронзовые награды получили уралец Ярослав Барышев и Арина Новицкая из Казахстана. Ну а новый скалодром позволит якутианам выйти на совершенно новый уровень. Евгения Егорова, Георгий Григорьев. Айсена, посмотри, это же древние люди. И наверняка они сейчас готовятся к охоте на мамонта. У-ху! Максим, наверняка это еще и древние спортсмены. Ведь, чтобы добыть себе пищу, им приходилось метко стрелять, быстро бегать, ну и тяжести таскать. Ну чем не атлеты, как и наши юные участники игр Дети Азии? Один континент, одна команда! С таким боевым настроем атлеты сборной команды «Беларусь» приступили к старту. Отбирали спортсменов в течение нескольких месяцев по результатам региональных соревнований. В финальном забеге как юноши, так и девушки снова отличились, установив рекорд дня по легкой атлетике. Я в эстафете наше не сомневался, так как у нас были сильные пацаны за нашу команду. У меня достаточно неплохие показатели, но лучшие показатели я выдал для нашей команды на эстафете. Насчет эмоций полно радости только. Я уверен, что и вся команда тоже рада. Девчонки наши, это вообще супер! Мы за них так болели, они, конечно, показали, как нужно бегать, поставили рекорд. Вообще супер! Для многих спортсменов игр Дети Азии – это первые старты международного уровня. Атлеты Сибирского федерального округа поделились, что эстафетный забег 4 на 400 – не их конек. Однако это им не помешало проявить себя и показать достойный результат. Этот забег, эстафета 4 по 400, мне очень понравилась. Она, конечно, эмоциональная, но с командой мы справились, все трудности нипочем с командой. Некоторые девочки на 400 не специализируемся, было интересно пробежаться, посоперничаться. Тянулись за белорусскими, хотели второе место, стали вторыми. Эмоции вообще невероятные. Отбираться было сложно, правда. Тернистый путь, но это, правда, того стоило. Невероятный опыт, просто никогда не забуду эти соревнования. Финальный день забега в эстафете 4 на 400 принимают участие спортсмены из разных сборных. Сформированы они путем жеребьевки. В командах собрались юные атлеты со всех уголков мира. Главный символ спортивных соревнований, символ мира и дружбы – зажег сердца юных атлетов. Несмотря на языковой барьер, разный уровень физической подготовки и спортивную конкуренцию, спортсмены сплотились в одну большую дружную команду. Эстафета так и называется – дружба. Должны быть дружелюбны, как всем. И это суть этой эстафеты. Да, это очень интересно, так как разные страны. Мы можем не понять друг друга, но все равно выиграть. Это очень круто. Медали, засчитанные в общий зачет каждой сборной, чьи представители были в составе команды эстафеты дружбы. За четыре соревновательных дня участники преодолели десятки километров на дистанциях, установили личные рекорды и достигли новых вершин. Действительно, тот самый момент, когда можно выдохнуть и сказать – они сделали это. Даяна Федорова, Ренат Нахиев. В этом году на восьмых играх «Дети Азии» Китайская Народная Республика участвует всего в двух дисциплинах. Это настольный теннис и волейбол девушки. Команда приехала из провинции Хилуньдян в город Харбин. Юные волейболистки поселили в спортивной деревне. На улице плюс 30 градусов, а мы люди северяне, мы не боимся ни жары, ни холода. А вот наши друзья из Китайской Народной Республики пришли к нам на интервью. Вот таких вот зонтах, таким образом они защищаются от солнца. Итак, давайте пообщаемся с юными спортсменами из Китая. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, сколько вам лет. Я приехала из Китая. Меня зовут Фан Чуньи. Мне 15 лет. Первый раз в Якутске? Мы первый раз в Якутске. Очень рады приезду. Люди здесь очень дружелюбные. Также нам очень нравятся местные продукты. Живем в очень комфортных условиях. Как хорошо это слышать. Сколько лет вы занимаетесь волейболом? В 11 лет начала заниматься волейболом. Усердно занимаюсь третий год. Вы уже соревновались? Да, мы уже играли три партии. Еще предстоит игра. Какие успехи? Нам нужно еще много чему научиться. Приехать сюда на соревнования – это в первую очередь хороший опыт. На ваш взгляд, какая команда сильнее? Все команды очень сильные. Но мне показалось, что команда Республики Беларусь действительно очень крутые. Они находятся в отличной физической форме. Каждый игрок сильный, но хорошо работает в команде. О, какая вы высокая! Какой у вас рост? 190? У нее рост 190 сантиметров. Да, действительно, в волейбол играют только высокие девушки. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Фан Сюе Фей. Очень рада познакомиться с вами. Меня зовут Дая. Здравствуйте, Дая. Как настроение? Первый раз в Якутске. Настроение очень хорошее. Помимо волейбола, какой вид спорта нравится? Раньше играла в теннис. Я смотрю, вы все ходите в зонтах. Боитесь загореть? Да, здесь солнце намного ярче и активнее. По приезде не ощутили холод здесь? Да, в первый день было довольно прохладно. Но погода здесь нам очень по душе. Слышали ли вы ранее о республике Саха-Якутия? К сожалению, нет. Никогда не слышала. Первый раз здесь. Тогда вы не знали, что существует народ Саха? Про национальность Саха я слышала. Как отмечает тренер, в 2023 году их школа выиграла 4 чемпионата страны. Поэтому для них большая честь дать школе право участвовать на этих играх. Участие в столь масштабных соревнованиях для них будет хорошим опытом. В Китае у наших игроков высокий рост. Но когда мы приехали сюда, мы обнаружили, что наши игроки совсем невысокие. И каждая команда здесь очень сильная. Есть чему у них поучиться. Также друзья из Поднебесной отмечают дружелюбие местных жителей и дорогие цены на овощи и фрукты. Люди здесь, как и погода, очень теплые. В то же время ощущение, что солнце здесь очень близко. Поэтому можно сильно загореть. Мы здесь часто ходим на рынок и заметили, что овощи и фрукты действительно очень дорогие. Например, один огурец стоит 10 юаней. А в Китае на эти деньги можно купить целый пакет овощей. Но еще раз хочу отметить, что люди очень дружелюбные. Все нам стараются помочь. Мы искренне очень благодарны народу Якутии. Девушки уже сыграли три партии. Несмотря на проигрыш, не унывают. Для многих это первый выезд за границу. И даже поражение не мешает им улыбаться и с радостью изучать другой мир. Юные спортсменки уверены, за поражением непременно придет победа. Ребята, давайте пожелаем команде Китайской Народной Республики удачи в соревнованиях. Я СССР! Я СССР! Я СССР! Проходят соревнования танцевального спорта по брейкингу. Брейкинг называют субъективным видом спорта. Здесь многое зависит от музыки, которую включает диджей. Сегодня мы узнаем, справились ли участники с волнением в незнакомой им атмосфере. Музыка, трюки, атмосфера веселья. С первого взгляда может показаться, что это и не соревнования вовсе. Но брейк-данс – это олимпийский вид спорта, который дебютирует в Париже уже через пару месяцев. Ведь танцевать в батле – это в первую очередь соперничество один на один. И здесь оценивается не только техника. Три критерия основных – это физическое качество, оригинальность и музыкальность. Именно по этим критериям мы оцениваем. Но в целом по участникам картинка и так была ясна. Так что критерии – это просто как дополнение. Уровень сразу было видно, разница уровня. Жаль, что мало участников, но сцена, танцпол, все на уровне, все круто. Да все молодцы, не хочется никого выделять. Все хорошо себя показали. Кто как смог, каждый на своем уровне, все молодцы. Выход на паркет – это во многом лотерея. Мастерство, конечно, никто не отменял, но каждый участник должен импровизировать под музыку, которую слышит впервые. Данилу из Новосибирска победа далась непросто. В начале батла он травмировал руку, но это не помешало ему стать лучшим. Брейк – это такой спорт, что ты не знаешь. Может, ты проиграешь сегодня, а завтра ты выиграешь в чистоту, а послезавтра опять проиграешь в чистоту. Всегда непредсказуемо. Какие планы у тебя? Да, развиваться. Через год следующую номинацию, старшую, перехожу там. Нужно постараться. И вообще развиваться до, когда вырасту, еще хочу съездить на мировые соревнования. Брейкинг вошел в программу «Игр Дети Азии» в 2022 году, которые проводились во Владивостоке. Всего будет разыграно три комплекта наград в соло и дуэтах. Ну, сегодня я выиграла одна, вот, один на один. А завтра мы танцуем с мальчиком Матвеем, он сейчас в финале тоже, вместе в два на два. То есть мальчик-девочка против мальчика и девочки. Вот так. Мне очень нравится танцевать на улице, тем более с таким видом, тут колесо обозрения видно. Мне очень нравится, вот, да, то, что еще можно дышать свежим воздухом в перерывах. В первый соревновательный день якутианам родные стены не помогли. Они не смогли пробиться в финалы. И неудивительно, несмотря на то, что иностранных участников не было, конкуренция на паркете зашкаливала. Ведь в России брейкинг активно развивается. Наши спортсмены входят в топ лучших в мире. Россия на мировом уровне является одним из лидеров. В этом году на Олимпийских играх не будут представлены российские брейкеры. Но если бы они были, они бы претендовали на первое место точно. Катерина Винокурова, Виктор Олисов, Иннокентий Соловьев. Ну что, поехали? Максим, давай мне медаль. Айсен, ну какая медаль? Как ты будешь смотреть в глаза нашим участникам игр, которые для того, чтобы заработать свои медали, прилагают огромное количество сил? Ай, Максим, давайте тогда вернемся к соревнованиям. Давайте. Бороться с завязанными руками. Думали, такое невозможно, а нет. Добро пожаловать на соревнования по борьбе «Алыш». «Алыш» – это древний крыгызский национальный вид спорта. Задача борцов – свалить соперника на лопатки, не отпуская пояс. Алыш впервые представлен на играх «Дети Азии» в качестве демонстрационного вида. И чтоб он стал постоянным, требовался интерес к иргызской борьбе со стороны спортсменов как минимум из 10 стран. И произошел невероятный поворот. Проверить свои силы в новой дисциплине решили сразу 70 юношей и девушек из 14 команд. Такого не ожидал никто. Четыре секунды. Именно столько времени понадобилось юному борцу, чтобы выиграть бой. И неудивительно, ведь решающим может оказаться любой захват. Противостояние длится всего 2 минуты. Однако в некоторых случаях схватка может завершиться даже досрочно. Если разница в баллах составляет 6 баллов и больше, то схватка заканчивается за техническим превосходством. А если один спортсмен бросает соперника на туше, на лопатке, то он досрочно выигрывает. Среди финалистов спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Пакистана и субъектов Российской Федерации. На сегодня «Алыш» развивают в более чем 80 странах мира. И уже можно быть уверенными, что на следующих играх «Дети Азии» бороться на поясах будет намного больше атлетов. А значит, схватки на ковре станут еще зрелищнее и интереснее. Марфирина Алексеева, Иван Саракумов, Георгий Григорьев. Это разминка сборной Китая по волейболу. Девушкам предстоит, наверное, самый главный матч в этом турнире. Через пару часов решится, окажется ли их команда на последнем месте в турнирной таблице. Или все-таки удастся одержать хотя бы единственную победу на играх. Соперницы китаянов – сборная Казахстана. Им тоже не хочется быть в самом низу. Так что накал страстей на площадке можно было сравнивать даже с финальными схватками фаворитов. Каждая спортсменка была максимально внимательна и старалась брать даже самые сложные подачи. Но в трех периодах китаянки уступили команде из Казахстана. В волейбол я играю три года. Так как у нас опыта мало было, очень много ошибок в игре. Но мы рады, что участвовали в соревнованиях. Главное – посмотрели, как играют спортсмены из других стран. Я считаю, что за эти дни набрались большого опыта. Надеюсь, в следующий раз завоюем медали. Участницы из Китая в этот раз уезжают из Якутска без медалей. Но они по праву стали настоящими любимцами всех участников соревнований и зрителей. Я сама люблю волейбол, играю в команде на работе, являюсь капитаном сборной, а в предприятии. Я очень люблю волейбол, поэтому сегодня мне пришли поболеть и посмотреть интересную игру. Сегодня мой фаворит – это команда Китая. Они прекрасно тренировались, разминались. Видно, что они большие профессионалы, у них, скорее всего, большое будущее. Еще один матч стал настоящим украшением соревновательного дня. Сборные Якутии и Дальневосточного федерального округа боролись за пятое место. За хозяев турнира пришли поболеть сотни земляков. Еще немного. И, казалось, трибуны просто взорвутся. Сборные встречаются ежегодно. На этих играх обе команды показали сплоченность и сыгранность. Во всех периодах счет был плотный. Но удача оказалась на стороне девушек из Дальневосточного федерального округа. Именно на этих соревнованиях, наверное, эта команда показала очень серьезное сопротивление против нас. Мы увидели новых игроков у них в команде, которые очень сильно им помогли. Поэтому именно эта игра, наверное, из всех нашей команде запомнилась против них. Впереди две полуфинальные игры, где первыми встретятся команды Уральского федерального округа и Республики Узбекистан. Вторыми на площадку выйдут Сибирский федеральный округ и Республика Беларусь. Финал состоится 6 июля. Анна Васильева, Радамир Сергеев. Это был выпуск дневников игр «Дети Азии». Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока!